Добрый вечер! Добрый вечер! Мы ждем вас в нашей студии. Добрый вечер! Добрый вечер! Мы рады вас видеть. Как ваши дела? Спасибо! По-европейски здоровайтесь! Присаживайтесь! Присаживайтесь! Как вам удобно? Прекрасно выглядите! Спасибо! Мы сейчас с Баян обсуждали вашу внешность, что вы всегда прекрасно выглядите, да. Да, и как настоящие женщины мы все втроем. Это, наверное, будет самый первый, самый ожидаемый вопрос. Как вам удается так великолепно выглядеть? Всегда при чем? Спасибо огромное! Насчет великолепия трудно о себе судить, но кокетливо отвечу, что в принципе надо всегда чувствовать, что жить замечательно, жизнь интересная, ты занят, ты востребован. Ну и, конечно, физическая культура, бодифлекс, постоянное желание быть стройным и что никак не можем достичь, но тем не менее постоянно следим, конечно, за разными, новыми, инновационными диетами и так далее. То есть есть ограничения, как вообще каждому человеку свойственно в этом деле тоже. Ну вот вы действительно, говорят же, силы даются на дело, да? Когда человек действительно занят, и он всегда в процессе, я, Баян, всегда говорю, вот ты вот так великолепно выглядишь, да, ощущение, что живет в холодильнике, потому что у Баян, по-моему, даже не было у тебя времени работать вне эфира. Нет, почему? Разные времена были. Да? Ну, один раз ты уходила в декрет, поэтому мне кажется, что вот у вас действительно, глядя на вашу биографию, на ваше резюме, вы занимали такие должности, и когда я начала глубже изучать, я вас зауважала, конечно, еще больше. Спасибо. Вы для меня теперь, я теперь ваша фанатка. Потому что, ну, последние, последние семь лет вы работали, шесть лет, да? Вы работали вместе. И вы такая женщина, которая всегда идет вперед, всегда занимает руководящие должности, всегда великолепно выглядит, и всегда, вы знаете, вы мне напомнили министра Фурцию, да, которая в советской войне была. Мне кажется, вот в человеке должны быть амбиции для для того, чтобы, для того, чтобы двигаться вперед, постоянно искать и постоянно переподтверждать, что ты достоин чего-то и так далее. Просто я не говорю о себе, я говорю вообще о женщинах, во властных структурах. И вы знаете, мне кажется, еще надо вот все время и себе доказывать. Если что-то получается, ты испытываешь такое удовлетворение, даже радость и чуть-чуть гордость за себя, что у тебя это получилось. Вы гордитесь собой? Ой, наверное, я горжусь тем, что в жизни, если удавалось что-то делать, если удавалось соответствовать тому, что тебе доверили. Вообще любая работа – это доверие. Какая бы она ни была, не имеет значения, у тебя несколько подчиненных или ты сам это все делаешь. Главное, конечно, чтобы ты знал, что ты это сможешь. А если не сможешь, подскажут. А если не подскажут, то ты должен сквозь слезы, тернии все равно сделать то поручение или тот участок, который тебе дадут. А давайте вернемся в прошлое. Вы закончили Уральский педагогический институт. Я, кстати, тоже родилась в этом замечательном городе. Серьезно? Да, и всегда играла возле этого прекрасного института, возле этого памятника Мишки. Мишки, Мишки, Мишки. Забыла, вот с конем ты там стояла всегда. Вот там мы всегда играли. Вот вы закончили институт, вам 20 лет. Мне всегда интересно, вот мы встречаемся с гостями, и всегда возвращаясь в прошлое, когда вы поняли, что мир может быть шире. В Уральске, в маленьком городке, в педагогическом институте. И вы тут понимаете, а может быть уехать в более большой город? Вы сейчас говорили об амбициях, и у меня еще второй вопрос. Чем отличаются амбиции от тщеславия? Я думаю, что амбиции это вполне здоровое явление. Это желание сделать карьеру, желание создать какой-то имидж о себе, желание создать, и как я ранее говорила, сначала дело, конечно. И все отсюда происходит. Если нет амбиции у человека, он не может достигнуть. На первом же трудном, каком-нибудь проблемном варианте он может сломаться. Но ведь они у вас точно были. Они, конечно, были. Тогда были самые трудные моменты. Все устлано розами, да, дорога каждой из нас, потому что, особенно сейчас можно говорить, мы жили в другой абсолютно формации, Советский Союз. И тогда мне, когда я закончила Уральский пединститут, учителю, моя мечта была действительно поехать в одну из лучших школ, чтобы тебя ученики уважали, можно сказать, даже любили. Вы поехали работать учителем? Да, я поехала работать учителем в сельской школе. Это целинный совхоз был, и он достаточно, там действительно была конкуренция. И только те, кто закончил с отличием, имели право выбора. Ну, в городе всем не хватило. Тем более я с района, Зеленовский район. И, конечно, я выбрала, зная, что во всем районе это лучшая школа, я претендовала, и я получила направление. Представляете, какая разница, можно сказать, что пропасть 30 лет назад, я так примерно, было престижно работать где-то в пригороде или в маленьком поселке, а сегодня ведь нынешние учителя не хотят, но мы к этому позже вернемся. И вот вернемся к вашей молодости, к вашим амбициям. Почему вы бросили свой родной город и уехали, как бы, ворошить горы? Ну, во-первых, по тем временам карьера была не только от твоего желания зависела. Карьера была от того, насколько у тебя есть навыки, способности, умение действительно работать на уровне республики. И когда тебя избирают, рекомендуют, то, конечно, здесь те же здоровые амбиции, что ты уже достиг определенного уровня, и ты можешь уже работать на уровне республики не просто так, потому что ты там браганым, а потому что, видимо, увидели, оценили. В то время же это строго, вообще не каждому дано было это. Поэтому селекция была очень жесткая. То детский совет в школе возглавляла, то комитет комсомола. И как-то уже адаптировалась, видимо, к всем этим делам. Сейчас очень много психологических курсов, особенно для женщин, где учат быть лидерами, как стать счастливой, как добиться успеха. А я всегда говорила, таким человеком надо родиться. И вы, кстати, яркий пример. А вы такой родились. Ну, вообще, знаете, если бы не было атмосферы, если бы не было востребованности, наверное, да, сегодня же, если кому-то предложишь быть там кем-то на общественной работе, у них есть еще зарплата за это, да, а тогда ты общественной работой абсолютно где находишь время. Добровольно. Добровольно. Советские люди-то волонтеры. Можно сказать, в одностороннем порядке. Тебя же никто не заставляет. Но когда тебе говорят, вот надо или предлагают, иногда бывали неожиданные же предложения. Ну, не всегда все ожидали, что меня сейчас предложат или что-то. Программа Саримовна, вы только что говорили о доверии, что вот вы занимали разные должности, да, это очень высокие должности, быть послом Казахстана в Италии, да, вы были первым послом Казахстана в Израиле. Это ведь доверие президента? Абсолютно. Вы знаете, я очень дорожу таким отношением, своей востребованностью, доверием, о котором мы уже говорили. Если бы не было этого доверия, невозможно было бы что-то сделать. А когда тебе доверяют, когда тебя еще чуть-чуть похвалят, что у тебя это получается. А критика была хоть раз? Безусловно. То есть президент мог прям покритиковать вас? Президент мог и по полной нас покритиковать, несмотря на то, что мы женщины или как член правительства, мы попадали не раз в очень критическую атмосферу. Ну, все правительство критикует тебя, иногда даже вот пытаешься что-то говорить, объяснить. Просто бывает, что игнорируется, да? То есть невозможно слушать всех, если не идет работа. Конечно, и слезы бывают. А как же? Это же жизнь. Причем, работая на таких участках, у тебя не так много людей, при всей даже моей открытости. Нет, не так много людей, которым можно поплакаться. Мы, азиаты, мы знаем, как это бывает, не всегда открыто, значит, очень утонченно, недолюбливать, например, да? Или где-то вставить. Вы сейчас о женщинах говорите, о своих коллегах? Я где-то читала о вас, что вы говорили о женской зависти. Почему нет консолидации в парламенте? Да, абсолютно. А между женщинами, то есть если мужчины могут на рубалке свои дела решить, где-то в бане, то у женщин в парламенте нет какой-либо консолидации. Но сейчас в парламенте я не говорю, я вообще говорю. Вообще в жизни вы говорили. Вот в жизни, да, и не только в нашей стране. Я же в других странах, вот в шести странах почти работала, да? Вот если в бюллетене будет несколько фамилий, кандидатов, за кого надо проголосовать, и это уже не просто, это уже исследование, что обязательно женская часть в большей степени своей поддержит мужского кандидата, кандидата мужчину. Лишь бы не женщину. Потому что мне кажется, это их можно понять, это естество такое, да, что а почему она? А я тоже могу, почему не мне предложено или не оказано доверия, ну, я тоже это смогу. Знаете, это хорошее, потому что любая женщина, она сразу себе организационные вопросы решает, и поэтому кажется, вот если она на домашних условиях или в каком-то небольшом коллективе решает, значит, она и стратегически, и тактически может видеть in advance, да, то есть намного вперед. Вот. И поэтому есть, конечно, такое, и я их понимаю, и всегда, конечно, стараюсь, если кто-то ко мне обращается, или я когда разговариваю, у меня нет такого, что я вот такой формальный человек во фрейме, в рамках и так далее. Для меня это, я всегда говорю, из шести миллионов женщин Казахстана электорального, каждый из них могла бы быть на моем месте. Но, к сожалению, не все могут быть, только единицы. А потому что... Вот в Сенате сколько, в Сенате сколько женщин? Три женщины. А сказали, 30%? Я пришла, три женщины. 30% в мажилисе. У нас, если брать вообще... Вот вы, у нас в Сенате вы и... Я, Людмила Григорьевна Полторабатько, бывший судья. И пришла новый депутат парламента, Ольга Северного Казахстана. Тоже она знает предмет вообще, как жизнь на земле выстроена. Вот видите, вы говорите, 6 миллионов женщин в Казахстане и всего три женщины в Сенате. Это же дискриминация реальна. Казахстан Республикасы Инвестиция Женет Даму Женудеге Министрлеге Автомобиль Жолдары Комитета. Сіз алмак сатып алдыңыз ба? Анамын аяғын емделге, оған емханада белгілетті. Оң өзі бар алмайтындықтан үйде емделеді. Алмак наларды емделге қолданылады. Омыртқа сихандрозы, асқызан шек жол аурулары, неврологиалық аурулары, күрет амыр жес аурулары. 19-ынан 22-ші қараша аралығында сағат 11-ден 19-ын өліге дейін, мұнам екен жай бойынша Сейфуллин көшесі 35 максима фарымдары қанасы, Дамашни Доктор сериясындағы физиотерапевтік аппараттардың көрмес атылым өттеді. 21-17-26. Қымбатты астаналықтар мен елі орда қонақтары. 19-ші қарашада, Конгресс ғолда жан сергім қаламыматты авторлық кешімді күтемін. Әділмен Дана, Нұрболат Амдурин, тағыда баста қазақ естерадасының жары жылдыздары менің сөзіме жазылыған хит әндерді өретеді. Сағат 19-ын өлде, қытабымен үн таспамның сөлгесірі, жерман өлде, поэзия мен әңгешінде жылдыздар жауғын күнінің көләсігі өлістері. Нұрұтан партиясының жасытан жастар қанаты ұсына, ұлттық КВН Лигасының финалды ғойна. Чемпионат ағы үшін Парни Залини, Намады, Жайдарман Алматы, Жайдарман Астана және сенсация КВН командылары бақсынай. Көңілділер күлкіге кенелдет, өткізі балмаңыз. Сіздерді 22-ші қараша күні Астана ғаласында Конгресс Холл Концерт залында күтеміз. Басталуы сағат 19.00-де. Біздің демеушілер Астана Телернаса, Орда ФН Толқына, Расинка Био жауапкершілігі шектеулі серкестігі және шанғырақ медия баспаса. Билеттерді Конгресс Холл Касасынан және үштабуы билеті Астана Нүктек Езет сайтынан сатывалыға болады. Мурат Мутурганова А также знаменитые гости и любовь без пиара в программе «Той жара» в воскресенье в 20.05 на телеканале «Астана». Коварный сон калачей. Кто остановит эпидемию? Голова болит, и дума у меня качается. Бессилие ученых или от людей скрывают правду? Нами что-то недоволен кто-то. Есть такая версия. На две паски подряд шикнул кто-то. Неожиданное заключение известного экстрасенса. Шивен, как будто посуд двойной жизнью. Есть какое-то масло захоронений. Природа, человек или темные силы стоят за неизвестной болезнью. Репортер представляет. Смотрите новый проект телеканала «Астана» в это воскресенье в 21.20. Ну, пожалуйста, а смотрите, у нас же демократия. Почему маслехаты рекомендуют дозированное количество женщин? Почему? Мы хотим у вас спросить. Давайте у нее спросим тоже. Но я думаю, я еще что я думаю по этому поводу. Женщинам надо вообще поддерживать друг друга. Женщинам надо не бояться без страха и упрекать. А как же мы будем поддерживать, да, вот если вы говорите, что даже исследования проводили, да, если в бюллетене есть женщины и мужчины. Женщина, даже зная о том, что вот вы, Брагану Сариевна, сделали много для страны, она поддержит мужчину, которого она совершенно не знает просто, только потому что она женщина. Не хочу. Поэтому есть в нашей жизни понятие женской дружбы. И мы опровергаем общепринятую позицию, что женской дружбы не бывает. Бывает, я это могу абсолютно твердо сказать, искренне сказать. Любая девочка молодая уже должна знать, что она икол, да, что она равная. У нас и по конституции равенство полов. А тем более она должна думать, а почему не я, и почему я должна к этому. А что для этого нужно? Получить хорошее образование. Плюс не лениться, заниматься общественной работой, полезной работой. Я услышала вот в вашем ответе такие тонкие нотки феминизма. Мне кажется, что это, знаете, еще есть география, которая поработала над вами. Все-таки вы западная девушка. Допустим, женщины... Западная Казахстан. Да, западная Казахстана. Вот девушки, допустим, с Южного Казахстана, они мыслят иначе. Ну, по крайней мере, девять из десяти, они говорят, что у нас нет равенства с мужчинами. Мы мужчинам, мы хозяин. Я должна делать то, что он скажет. Мое предназначение рожать детей и оберегать домашний очаг. Сейчас вы, в общем, достаточно смело заявляете о том, что мы равны. Абсолютно. И это очень редкое явление. В Казахстане до сих пор. Ну, я бы, наверное... Я о феминизме сейчас. Да, я категорично бы так не говорила. Все-таки мы движемся вперед. Не во всех странах, даже развитых, есть до 30% в представительном органе, в одном из политических ветвей органов власти, как в парламенте, такое количество женщин. И действительно, я когда приехала, я пыталась... Ну, часть женщин я знала. Часть женщин я уже, бывая 14 лет почти работая за рубежом послом, я, конечно, кого-то уже не знала. Новые женщины с новыми какими-то своими результатами, успехами. Very successful woman, да, очень удачные такие, успешные женщины. Я пыталась запомнить имена, потому что для меня отношение к человеку, это обязательно знать ими, это обязательно знать еще какие-то человеческие... А вы знаете, какой процент вообще таких женщин в Казахстане? Очень успешных. Очень успешных? Ну, я думаю, что если мы будем говорить о том, что средний класс, который мы создаем сегодня, будет базироваться как базисное явление в нашей стране, то я думаю, что 10-15% должно быть. И я сегодня... Может быть, я... А сколько в Америке таких женщин? Ну, в Америке, наверное, чуть больше. Чуть-чуть больше. Да, они больше. Потому что в Америке... Ну, тоже, я не скажу, что прям всем женщинам там... Есть ли дискриминация женщин в Америке? В Америке, я думаю, как в каждом живом обществе, обязательно есть. Почему нет? И, кстати, заработная плата женщин, ну, вообще, я в мировом смысле слова говорю, на глобальном уровне, он меньше, чем у мужчин, это процентное даже соотношение есть, это признано. И поэтому, конечно, когда мы говорим о гендерном равенстве, вот возможность занимать, ну, работу найти, должности занимать, и, безусловно, конечно, заработная плата, это вот вещи, которые нам надо знать. Когда мы были четыре женщины-министра, то тогда президент России... Всего из 16 министров. Ну, это и то неплохо. Это было серьезно. Это было круто. А в Российской Федерации в то время ни одной женщины не было в правительстве. И когда была встреча, и мы, вот, три министра оказались между двумя президентами, Нурсултаном Абишчим и Владимиром Владимировичем, то тогда, когда президент нас представлял... Владимир Владимирович задумался. Я представлял, и тогда он сказал, мы все слышали это, мы же вот стоим, разговариваем, он говорит, о, Нурсултан Абишчим, у вас надо поучиться, как вы относитесь к женщинам. И что вы думаете, вот сами отследите, через какое-то время у них просто константа количество женщин в правительстве. У них даже вице-премьер тоже женщина была и так далее. То есть я хочу сказать, что... И одна из ваших подруг, кстати. Да, одна из... Одна из ваших подруг, вот она на фотографии. Людмила Швецова. Людмила Швецова. Вот это, говорит, мы с ней дружили. Она сейчас какую дождь занимает? Она занимала, к сожалению, она ушла из жизни, вот буквально 29 октября. Мы четыре подруги, вообще еще 35 лет тому назад. А где вы познакомились? Она родилась в Казахстане, и это нас сразу сблизило. И она была секретарем Центрального комитета в ЛКСМ, то есть на союзном уровне. А я была секретарем такого же уровня, только на республиканском. И таким же секретарем. И мы познакомились, подружились. Она так тепло вас написала. Она написала поздравление вашему юбилею. И я, честно говоря, когда читала это поздравление, и сначала в литературной газете, да, я читала про вас, и почему-то я думала, что может быть это ваша одноклассница, там, соглупница. Нет, это вот по жизни. Когда я прочитала, что это написал заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Причем в российской газете. Политик, когда такой человек пишет о вас, да, конечно, это вызывает уважение еще больше, она раскрыла тут на двух страницах, она пишет про вас, что вы женщина, которая, когда она прилетела в Израиль, а в Израиль, оказывается, не разрешается никому встречать, даже самых высоких гостей у Трапа. За безопасностью. Она говорит, когда я прилетела, Бурганама Атимова меня встречала, моя подруга у Трапа. Была такая у нас ситуация, когда буквально несколько посланий, не только отдельных посланий. Потому что вы казашка, мне кажется. Ну, потому что я думаю, что между вклад или поддержка Казахстана, еврейского народа в своей стране, это уже как бы в истории, и это всегда помнится. Может быть поэтому, а может быть еще по каким-то... Я думаю, что, знаете, это, наверное, все-таки благодаря вашим личным качествам. Потому что вот она пишет, мы, к сожалению, с Баян, не знаем, вас так хорошо близко, но мы можем доверять вашей подруге, да? Она говорит о вашей открытости. Говорят у казахов, да? Хола Ашок, что вы всегда встречались с гостеприимством, что вас знали все руководители страны, да, Израиля, что вас всегда уважали. Мне кажется, благодаря личным качествам, наверное, вы всегда занимали вот такие должности. Я просто хочу сказать, что если вы заметили в этой статье, это было написано, дорогая моя Барганым, это был, конечно, для меня абсолютно неожиданность, такая большая. И я думаю, что обо мне никто никогда лучше не напишет или искренне не напишет, так как она написала. И сейчас теперь могу сказать, что, конечно, мы были очень дружны, мы были почти как сестры. И у нас еще одна подруга, она тоже родилась в Усть-Каменогорске, Зинаида Драгункина, и сейчас она в Совете Федерации от города Москвы. А еще одна подруга в Харькове. То есть мы четыре подруги вот 35 лет дружим, причем дружим очень серьезно, помогая друг друга именно в развитии, именно в возможности делиться все, что ты знаешь, тенденциях в мире, там, о моде, о вкусах. А я люблю, когда ты прилетаешь ко мне, и мы показываем друг другу наряды. То есть это по-девчачьи, по-женски. Кстати, о нарядах. Мужчины в парламенте выглядят как серая масса. Действительно, очень неинтересно, очень однообразно. Я не могу выделить кого-то одного, кто бы имел там свой стиль, скажем, да. Он говорит, ну а что же мы теперь, желтые пиджаки оденем? Ну сразу вот такая реакция. Не нужно носить вот у вас не желтый, а нежно-голубой, да, и он абсолютно красив. Спасибо. И что я еще заметила, в парламенте женщины, все, кто у нас есть в Сенате, в парламенте, они имеют приятную внешность. Как вы считаете, это... Это отбор. Что за отбор? Почему все женщины, которые во власти, они имеют практически все очень приятную внешность? Во-первых, чтобы мы понимали, что на самом деле, может быть, придраться каждый из нас возможно. И это нормальное явление, как ты выглядишь, как ты ходишь, как ты одеваешься, как ты говоришь, как ты эмоции свои выплескиваешь, да, или как ты сражаешься за что-то, борешься, как будто вот это последнее у тебя бой в жизни. Вот и в политике же так. И поэтому, ну, мне кажется, вот они уверенные в себе. Это первое. Почему они так достойно, красиво выглядят. Во-вторых, они все... Они, может быть, не так хорошо просто нам кажутся, потому что они так уверенные в себе. Потому что они уверенные. Потом они знают предметы, о чем они говорят. Их образование, образованность высокая. Их желание быть красивее, чем есть на самом деле, это нормальное женское явление. Мы же всегда презентуем только свои положительные качества. А есть ли запреты у вас в дресс-коде? Ну, конечно. В шортах не придешь в Сенат. Ну, вот я смотрю, у вас достают такие вот рюшечки очень нежные. Вы ходите так на совещание? Да, почему нет? Вообще, все, что связано с женщиной, мне кажется, невозможно... Я просто знаю другие страны, где женщину одевают только в национальном или только одного цвета. И я за это и всегда восхваляю свою страну и свои наши вообще этические взгляды, да, эстетические взгляды на то. И я всегда благодарна президенту, что он никогда никому из нас не сделал замечание. Я думаю, другие женщины меня поддержат во власти. Но мы всегда знаем, что умение быть уверенным в себе, я сама знаю, ты должен выглядеть безупречно. А если, извини меня, у тебя же... Ну, а другие... Вот вы будете меня слушать, скажут, чем она говорит? Она же не могла даже вот там чего-то сделать или не то, а дело, или последила бы за собой. Поэтому, мне кажется, это нормальное вот такое внутреннее состояние. А мне кажется, что мужчинам-политикам работать вот с такими женщинами очень интересно. Вот я пока сижу, слушаю вас, вы отвечаете на вопросы, я разглядываю ваш наряд, ваши браслеты, кольца. Браво. Да, ваши часы. Это действительно, ну, вы дорогая женщина. Ну, я вам скажу, знаете, и я не стесняюсь этого говорить, когда я первый раз приехала послом, ну, здесь понятно, что у нас дресс-код был, все в партийно-советских костюмах, у всех должна быть одна длина или годы, у всех потом годы и все. Ну, сейчас, конечно, мы, каждый из нас старается, ну, сейчас есть возможность, да, и поскольку все-таки зарплата у нас позволяет, я когда приехала в Израиль, ну, как-то был мой гардероб на подготовительном этапе, он оказался, ну, прямо скажем, мягко говоря, не совсем адекватный, вот, может быть, моему желанию. И я поэтому всю зарплату утратила на то, чтобы выглядеть достойно. Почему? Потому что я знала, что я представляю страну, и все знали, что страна потенциально богатая, и что мы такие вот продвинутые светские люди, и поэтому я считала, что это просто одна из моих обязанностей. Ваша задача имеет простое и правильное решение. Казахстанская ипотечная компания. Арендное жилье, которое станет вашей собственностью через 15 лет. Если потребуется, вы сможете изменить площадь арендного жилья, выкупить его по остаточной стоимости через 10 лет или переуступить право аренды. Программа «Доступное жилье-2020». Жилье для тех, кто в нем особенно нуждается. Мир вашему дому. Казахстанская ипотечная компания. В пути нас могут поджидать непредвиденные ситуации. По данным Всемирной организации здравоохранения, у пострадавших, получивших помощь в течение первого часа, риск смертности и инвалидности снижается в два раза. На аварийно-опасных участках дорог республиканского значения, согласно правилу «Золотого часа», работают трассовые медико-спасательные пункты. Если вы попали в беду, наберите номер службы спасения 112. Наша цель – спасение ваших жизней. Коварный сон калачей. Кто остановит эпидемию? Голова болит, и думал, у меня качается. Бессилие ученых или от людей скрывают правду? Нами что-то недоволен кто-то. Есть такая версия. На две паски подряд, шикнул хлопот. Неожиданное заключение известного экстрасенса. Шивенька, будто пасует двойной жизнью. Есть какое-то массовое захоронение. Природа, человек и лицомные силы стоят за неизвестной болезнью. Репортер представляет. Смотрите новый проект телеканала «Астана» в это воскресенье в 21.20. Но вы выглядите не просто внешне, то есть не только ваш лук, ваша одежда, но я смотрю на состояние вашей кожи. Спасибо. У вас шикарная кожа. Я вам одну рекомендацию скажу. Пожалуйста, по утрам 20 минут бодифлекса, это между йогой и физической культурой. Во сколько бы я, мне надо через 2 часа в аэропорт, я все равно на 20 минут раньше просыпаюсь и делаю зарядку. Она состоит из йоги и физической зарядки. И это мне дает, я не знаю, лет с 97-го года. Это какие-то особенные упражнения? Нет, я не думаю. Это к каждому никаких проблем нету. Только нужно хотя бы... Как это связано с кожей? Это я не знаю. Я вообще считаю себя несветлым, несветлокожей. Мне кажется, мин... Харагазно в казахстане. Вам кажется? Минсех, да? Нет, мне кажется, что... То есть ничего особенного вы в общем не... Вы не ходите к косметологу? Нет. Вы не знаете, что такое диспорт? Я косметологу очень редкостная. Диспорт, гиалуроновая кислота. То есть вам знакомы эти вещи? Да, мне... Конечно, я отслеживаю это. И потом, работая все-таки за рубежом, ты много читаешь, ты много слышишь, ты много впитываешь, абсорбируешь себя. Конечно, потом начинаешь. Ага, вот это так, вот это еще вот сюда эсэмэски шлала или по телефону говорила. Вот это нельзя кушать, потому что в нем столько-то чего-то. Вот это нельзя пить, потому что так... Ну, то есть, как бы тоже все, что знаешь, пытаешься разделить. Давайте к более серьезным вещам, к образованию. Да. Ну, наверное, вы точно знаете, что наши студенты могут спокойно подойти к преподавателю в любом университете Казахстана, заплатить ему деньги и получить свою оценку. То есть, это настолько уже популярно и развито, и сейчас еще какая-то официальная уже система появилась, оплаты не сдавших предмет. И я тоже училась в университете, и я тоже так делала. И это правда, когда не могла сдавать, мне говорили, принеси либо коньяк, либо хорошие конфеты, либо какие-то деньги. Ну, не хочется на это закрывать глаза. Это проблема, всеобщая проблема нашего образования. Сколько еще мы будем, имеющие деньги, отправлять своих детей за границу? Я свою дочь отправила учиться за границу, только потому, что я знаю, что завтра она не пойдет на занятия, заплатит, попросит у меня деньги, заплатит и получит эту оценку вожделенную свою. Мне очень обидно за это. Вы, поскольку бывший министр образования, мне хотелось бы затронуть этот вопрос. Сколько это будет продолжаться? И когда мы, вы говорите о том, что мы развитая страна, что мы уважаемая страна, но система образования настолько хромает, что нужно так глубоко копать. Я бы, Баян, вопрос абсолютно правильный. Между прочим, в какой-то вот 23 года тому назад, наверное, это было бы недопустимо. Недопустимо, поэтому вы с удовольствием поехали преподавать в ауле. Да, потому что для нас, чтобы не сдать зачет самим, у нас даже помыслов не было, что можно что-то приобрести за деньги. Мне кажется, это вот абсолютная свобода, которая в одна часть выпала на всех, на голову всей страны, получив в один день свою независимость. Вот это период, не успела система образования адаптироваться, чтобы держать, поддержать тот же уровень чистоты между преподавателем и студентами. Вот это все, и тогда, когда было очень тяжелое финансовое положение, когда мы учителям, врачам не могли платить, тогда, конечно, это тоже, наверное, их всех осуждать поголовно я не могу, но это не настоящие профессоры, это не настоящие преподаватели. И сегодня должно быть просто, я даже не представляю, вот просто, чтобы тебе заплатили или за то, чтобы ты на работу устроился, я это не понимаю. Поэтому моя позиция, почему я еще толерантна в этом плане, порядочность будет востребована. Вот посмотрите, вы читаете комменты, вы есть в инстаграме? Я не читаю, потому что... А вы почитайте, как пишет наша молодежь. Вот на казахском, на русском, это безмерное количество ошибок. Так пишет наша молодежь. Наша молодежь не читает книг. Совершенно. Они все в интернете. И все, что мы получаем... А вот система образования должна просто обязать... Я знаю, моя дочка закончила и колледж, и среднюю школу в американскую, международную, и университет в Нью-Йорк. Я знаю, как она училась. Она всегда читала книги, потому что это обязательные вещи. Там нельзя по-другому, поэтому мы отправляем своих детей. А мы сейчас говорим о казахстанских вузах. Я, с чего, когда министром образования, когда я начала бороться вот со взятничеством в учебных заведениях, тогда при поддержке министерства был по поручению... Ну как, наше предложение молодежи было одобрено во всех структурах наших, имею в виду образовательных. И тогда был образован республиканский альянс студентов Казахстана. И я их поддерживала, причем поддерживала первые акции, когда они высвечивали, делали какие-то там доступными информацию, что тот взял взятку, что преподаватели. В университетах движение пошло, чтобы не давать, байкотировать это и так далее. Эту работу надо продолжать. Давайте снова о легком. Давайте больше комитет. Будет неинтересно. У меня огромная возможность сейчас спросить вообще. Борган Саина, мне интересно, какая вы в жизни, какая вы дома. Вы сказали о том, что вы позволяете себе слезы, только когда вас видит только близкий ваш круг, ваша семья. Вы замужем, у вас двое детей. Ну я сама себе удивляюсь, как это я смогла. Когда вы успели, да? Ну вы успели, у вас двое детей. Мне просто интересно, вот какая вы дома. Потому что мы все, конечно, прежде чем вот многие мои соседи, вернее даже няньки моих соседей не верят, когда они мне говорят, Дедар, мы вас вчера видели по телевизору, вы были в шикарном платье. А вы сейчас в спортивном, да, полуспортивном. А я говорю, да, я говорю этим нянькам, вы знаете, люди, которые там, они не верят, что я могу сидеть во дворе вот с вами. Как же и вы, вот какая вы дома? Я думаю, что когда-то моя семья сказала, ну, супруг мой говорит, видимо, тон, который у меня продолжает после работы, дома. Он говорит, мы что, твои подчиненные? Ты на работе, а дома ты мать и жена. Мы хотим, чтобы ты в субботу приготовил там чебуреки, например. А в моей семье в Уральске чебуреки не готовишь. Что делать, открываешь книгу и по нему что-то делаешь. То есть не хочется еще дома иметь конфликтную атмосферу или ситуацию. Конечно, стараешься. Но дома ты должна обо всем домашнем заботиться. Но семья с пониманием относится. Если бы семья меня не понимала, если бы за моими детьми моя мама не ухаживала, если бы мои двоюродные, троюродные племянники, племянницы, они уборки не делали. Ну, часто, конечно, но я даже будучи министром, не имела, тем более первый раз, когда в правительстве была, вообще не имела возможности вообще понятия, что домработница, няня, как-то из мира вообще запредельных возможностей. Сейчас это норма. И я считаю, что это тоже хорошая сфера услуг. Она должна быть. Вот тогда, мне кажется, у женщин и у мужчин в семье появится больше возможности заниматься работой. Ну, а когда вы в последний раз готовили чебуреки? Я, ну, чебуреки я уже давно не готовлю, но я готовила... Я готовила один только вид торта. Это называлось Прага. Сейчас, может быть, я в основном... Но Бешбармак готовила в Нью-Йорке последний раз, это было, наверное. Ну, и, конечно, в домашних условиях сейчас время от времени я готовлю. Но я сразу говорю честно, я не очень большой кулинар. Я люблю оценивать, как готовят люди, но я не конкурирую с хозяйками и тем более с профессионалами на кухне. Абсолютно. Я им полностью доверяю. А каково быть мужем министра? Вот не женой министра, а мужем министра? Это достаточно странное такое словосочетание. Для супруга, наверное, любого, вообще, женщины, которая загружена на работе, не обязательно в политике, да, в бизнесе. Вот вы сейчас сидите, вместо того, чтобы дома заниматься семьей, вы сидите, да. И вы работу свою делаете. Вы работаете. И поэтому я говорю, кто должен отдаваться работе, конечно, ему нужны помощники. Конечно. И без поддержки семьи это просто невозможно. Ну, мой муж никогда за плитой не стоял, естественно. А вы скажите, а ваш супруг всегда с удовольствием летел? Вот вы полетели в Израиль, потом полетели в Италию, на Мальту, на Кубу. Это же постоянно нужно... Вот он у вас по профессии кто? Он вообще химик. Работал доцентом. Занимался научными проектами. И очень успешно, кстати. Интересные темы, не буду говорить. Вот, потом он занялся бизнесом. Он действительно занимался малым бизнесом. В то время малый бизнес не поддерживался. И, конечно, он когда уже это, он все продал или все закрыл. И приехал с нами, с дочкой, со мной в Израиль. То есть он всегда ездил с вами? Он не всегда ездил со мной, потому что он говорит, я же мужчина, я должен зарабатывать деньги, я должен работать. Действительно молодой, в самом, как говорится, хорошем возрасте. Поэтому он работал в Казахстане. И он приезжал каждые 2-3 месяца к нам, в семью. Какие-то там свои контрибуции в семейные наши дела вносил. И как-то вот так вот занимался, чтобы дочка образование хорошее получила. Одним словом, он старался помогать. Но это не то, чтобы прямо он сегодня встал и побежал там и так далее. Он очень с достоинством человек, я бы сказала. Человек, который образованный достаточно. Но он с уважением, даже, может быть, иногда даже с такой небольшой, может быть, гордостью признавал. Но он гордится сейчас вами? Вот когда вы приходите в гости, вот вы чувствуете, что ваш супруг гордится вами? Иногда это прорывается. Но он не... Сдерживает. Он очень сдержанный на комплименты человеку. В отличие от меня. У меня вот такой вопрос, совершенно сейчас отрешенный. От данной тематики. Вы были послом в Израиле. Вы овладели этим языком. Ну, это громко сказано. Ну, тем не менее, вы говорили на их языке, вы понимали их философию. Немного, немного, абсолютно. А философия у этого народа достаточно глубокая, древняя и многим непонятная. Как вы думаете, вот ваш взгляд, почему все великие люди, ученые, музыканты, актеры, врачи, они все по национальности евреи? У них какая-то другая форма воспитания? У них другая генетика? У них другого цвета кровь или что? Все-таки вы там долго жили? Я думаю, что в каждой стране просто исторически они вынуждены были выживать. И для того, чтобы выживать, они очень хорошо учились. Они занимались в Германии, в Монголии, в Китае. Кстати, есть казашки, казахи, которые работают врачами в американских клиниках. Но я вот еще раз, мое наблюдение, стремление получить самое лучшее всестороннее образование Тараса. Вот как они это делают со своими детьми? Со скольки лет они начинают это делать? Они, знаете, вот у них... У них особое воспитание детей. Они позволяют в детстве своим детям все. То есть они не запрещают своим детям ничего? Ничего не запрещают, они наоборот стараются все разрешать, самое современное, самое... Но в советской, вы говорите о евреях в советской действительности. Во всем мире? В Америке очень большое количество врачей евреи. Адвокаты, юристы евреи. Дворников нет? Потому что, да, очень редкое явление, но они вынуждены там тоже за собой ухаживать. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, это только стремление к достатку, к положению. И вот это все ставится, это все поставлено целью. Вот не просто «куда и берешь», да? Или не просто «бог даст», да? Ну, как наши мамы воспитывают? «Кор, кет, аузн джап, сколько отрма». Это наша система воспитания. Нет, они воспитывают так. Динарочка, ты у нас самая умная, ты лучше всех в классе, ты сможешь. Вот ты сходи, ты иди в музыкальный. Тебе на улице... В этом, Сарина, ну я хочу сказать, что у нас новое поколение казахстанцев, я, например, так воспитываю своих детей. Мое утро начинается с того, что мой любимый сыночек проснулся, моя красивая дочь проснулась. Это правильно. Я думаю, ну почему, вот я всегда тоже задаю вопрос своим родителям, хотя я единственная дочь. Меня мои, вот я смотрю, как мой отец сейчас воспитывает внучку, да? Он говорит, наша принцесса, наша королева, наша самая красивая. Я говорю, пап, я что-то не припомню, чтобы вы ко мне так обращались. Что это было? В советское время было по запретам это. Ну, 21 век. Нет, это не запрет был. Ведь меня этого никто не учил, не говорили, что... Люди считали, что они стеснялись показывать свои эмоции, показывать свои чувства. А евреи не стеснялись? Никогда. Никогда, да? Они не стеснялись. Она, как только не это, как только... Есть даже, ну, может, непроверенные какие-то, есть научные даже труды, как воспитывать ребенка в еврейской семье. Может быть, это преувеличено. Да, их нужно. И вот все время надо, с моей точки зрения, общей психологии, все время нужно поддерживать. Все время надо бережно восхвалять и восторгаться. Бережно, опять-таки. А вы как со своими детьми? Я со своими детьми, я их очень люблю. Как неврейская система сработала? Было все время говорить, вот как вы говорите сегодня. Но, конечно, к дочке отношения уже по-другому, потому что сын-то у меня, он студенческий был. И потом он такой, то у бабушки, то у сестры моей, то еще у кого-то. А сейчас ему сколько лет? Ему 43 года, он полковник полиции. Я думала, он студент. А я думала, ну как минимум 30, как максимум 30 лет, он может зависеть. Кстати, я очень довольна своим детьми. Анатолийна, ну вот давайте я, конечно, понимаю, что у женщин не спрашивают о возрасте. Нет, а я... Вы не скрываете? Я не скрываю. Сколько вам лет? Мне 61 год. Вы, конечно, вы просто шикарно выглядите. Спасибо. Ну, наверное, еще. А что это? Вот я теперь понимаю. Это я думаю, что все-таки не только внешность, да? Это вот все-таки внутреннее состояние. Абсолютно. Гибкость ума. Да, вот вы молоды душой, и вы молоды внешне. И абсолютно... Потому что многие в 60 лет, это же прям бабушки-бабушки. Интересно, а вот в таком возрасте, в цветущем, я бы сказала, хочется нравиться мужчине? Вот когда вы собираетесь на работу, вы думаете, а что скажут мои коллеги? Ну, а как же. Думаю, а сегодня, может быть, кто-нибудь сделает мне комплимент. То есть я нормальная женщина, в отличие от американок, я люблю, когда мне делают комплименты. Любая женщина, мне кажется, именно предназначена для того, чтобы ей восторгаться, восхищаться, и чтобы о ней говорили, чтобы ее замечали. Действительно, вы яркое лицетворение казахстанских женщин, ярчайшее лицетворение. Из таких женщин, безусловно, нужно брать пример. И я, я думаю, Динара, сегодняшнего дня, я ваша фанатка. Спасибо, мы тебе фанатки. Спасибо, Динаре, я никогда не работала на телевидении, не общалась с политиками, с общественными деятелями. То есть я больше в шоу-бизнесе, я понимаю, что, если бы у меня спросили, кто ваш кумир, я бы сказала, Бургану Асалиевна Айтимова. Потому что вы выглядите просто джорджист. Спасибо огромное, ради этих слов стоило приходить сюда. Сегодня в гостях в нашей скай-студии была депутат Сената Бургану Айтимова. Мы благодарим вас, спасибо большое, что пришли к нам в гости. И мы, Бояна Асентаева и Динара Саджан, мы благодарим нашего официального партнера, салон мебели «Люссо» и строительную компанию «Доступные квадраты». Всего доброго, увидимся через неделю. Спонсор программы – строительная компания «Доступные квадраты» с жилым комплексом «Пана». Расположенный в тихом и уютном районе столицы, жилой комплекс «Пана» – это первое в своем классе жилье, в стоимость которого входит мебель и бытовая техника. Подробности на сайте pana-home.kz Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, скопеллини, тосканова, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова